привет ребят как дела привет я уже забыл как снимать видос аж меня крис ругает и чем вообще не в ту сторону пошел короче наконец-то мы продали дом можете нас поздравить да все этот вопрос закрыт тортик вообще не доволен на самом деле только он знает как ему это далось мы уже отвезли все наши вещи во флориду мы взяли трак в аренду забили его в день клоузинга в день заключения сделки поняли что ничего не вмещается до взяли еще один трак не трака трейлер да и прицепили к траку забили его по уши сейчас мы вам фотку покажем как все было на самом деле какая большая машина и мы еще один трейлер прицепили и вот так мы поехали в флориду сейчас я добавлю еще одну водку что вы посмотрели как тортик мучился и сколько места у него было чтобы сидеть с нами мы попытались найти передержку на два дня но девочка которая с ним могла посидеть она сказала что приезжает 18 и короче там пришлось мучить его с нами тащить до другого выбора не было но но это было очень сложно для нас было сложно для него и вообще даже представить не могу этот рак такой неудобный это сиденье как как старинные блин наверное стулья эти деревянные металлические в садиках знаете и вот на таком стуле будем просидеть 20 часов это вообще капец весь процесс продажи мы конечно вам расскажем можно во флориде потому что это очень долгая история до последние вещи мы оставили что не влезла у соседа забрали сейчас и мы трогаемся в отель сегодня поспим отдохнем потом во флориду конечно же будем снимать будем вместе с вами ехать флориду уже на машине будет легче а сейчас мы решили для вас снять последнюю прогулочку в веленойсе такие уставшие ну конечно еще и тортик чтобы обращался с любимыми местами вот он все нюхает он бедненький во первых он тут не гулял пять дней о да кстати во вторых он тоже должен нагуляться потому что не на самом деле по дороге он гулял больше чем обычно мы останавливались гуляли с ним но все равно для него сама дорога была очень тяжелая потому что место неудобно и у него постоянно лапки прижаты и что вы знали мы уехали было 19 градусов а сейчас 4 а прикол в том что мы приехали с флориды мы когда разгружали наши вещи из траков сторож на улице было 29 градусов такой кайф ребята вы себе не представляете я оказалась флориде я думаю господи зачем мы уехали веленойс 7 лет мучились солененький воздух так так приятно блин просто находиться на улице в тепле в майке в майке они вот сейчас куртках и замерзать блин такой ветер вот так вот мы решили поделиться с вами это было очень тяжело это было очень много нервов ну были нервы это мало сказано мы очень сильно стрессунули и мы поняли что мы приняли неправильное решение больше так делать не будем кого-то отвозить потом приезжать обратно забирать машину и увозить не но зато мы сэкономили 2000 долларов почти ну да короче всю историю мы вам расскажем обязательно кому интересно пишите обязательно в комментариях и будем гулять с вами сейчас еще расскажем как мы два дня голодать почти ничего не кушали очень много бифные сосиски по дороге страх стопов но мы когда собирались именно дома собирали вещи нас даже времени покушать не было потом мы вытащили все вещи на улицу чтобы загрузить и начался дождь это был кошмар короче это был об этом всем подробнее вот следующих видео потому что там реально еще рассказать это такие эмоции это такие нервы это просто не передать в двух словах на самом деле да да это стопроцент а мы еще прикол в том что родители не хотели нас беспокоить мы им говорили что мы сейчас будем заняты нужно собирать вещи загружать вещи ехать разгружать не было времени даже наушники с собой как-то выбрать в сторону поставить не могли найти мы сейчас зубные щетки не могли найти пошли магазин купили новый я имею ввиду что мы еще никому не выговаривались о всем что произошло так что да да вот накипело прям капец мы все дорогу не могли успокоиться друг другом сидели и о всем этом разговаривали очень мы недовольны вообще этой продажи были вообще всем процессом знаете в очередной раз убедились что большинство людей думают только о своей жопе и скорее всего нужно и нам начинать так делать да не думать о том чтобы кому-то было удобно в первую очередь о себе потому что сама себе не подумаешь никто не подумает о да было очень тяжело ну короче мы только жалуемся зато мы закончили солнце все считайте нам осталось только на тяжелье говорит блин я так устал уже не могу уже ничего не хочу все уже не хочу продавать дом уже не хочу ничего таскать загружать а как думаю еще ехать и разгружать это вообще капец мы все тащили вдвоем и диваны и шкафы и все вот это тумбочки разные было так тяжело мне руки дрожали мы в первую ночь после как все потаскали я просыпалась от судороги или вот ноги болели руки болели а когда уже разгрузили флориде я вику говорю у меня пальцы сосиски блин надулись руки отекли и руки и ноги кроссовки у меня были такие они такие свободненькие материальтиты игру мне такое ощущение что они мне маленькие короче мы очень устали очень и вчера ночью мы доехали веленойс обратно сегодня сделали все дела вернули все забрали последние вещи которые у нас остались у соседа разобрались со всеми письмами и все здравствуйте и все все наконец-то наконец-то мы спокойненько будем тебе ехать флориду уже сделаем себе план не буду спешить будем вам показывать по дороге все да мы будем проезжать через города будем показывать центры я сняла кое-что кстати когда мы ехали на этом траке мы заехали в кентаки и тут смотрите что нашли это центр центральный офис киевси это кентаки фрай чикен кто не знает мы уже планируем не уставать планируем так попутешествовать до флориды на этот раз делами всеми разобрались можно и можно и начать отдыхать уже о да пусть и есть дорога впереди 1250 миль ну мы попытаемся провести как-то используя и и и отдыхать баш да это точно уже не хочу уставать потому что пора отдыхать наконец-то наконец-то весь раз наш закончился как найти жилье я думаю что это не то что не проблема но мы будем искать мы хотим уже точно искать нормально не торопясь потому что поспешишь людей да мы решили уже поспешишь больше заплатишь вода кстати и цены обалденные так спешишь какую-то фигню снимешь вода а тортик довольно давай мальчик гуляй гуляй по своим любимым местам потому что но ему кстати флориде мы погуляли флориде ветром когда приехали ему очень понравилось он прям довольный был помнишь ну во первых мы когда ехали ему было очень интересно новые запахи все новое он вообще себя вел идеально это сто процентов ну да мы устали мы тащили мы тоже ездили как бы но вообще герой слов не ждал мы говорили ждать он ждал не плакал не вообще пока разгружали пока загружали он все время сидел в машине мы его как-то так раз там 15-20 минут проверяли если все окей а он сидит на сиденье смотрит на нас зеркало что мы там делаем сзади такой задумчивый интересно ему что такое споткнулась прыгал на одной ноге чтоб не наступить какую-то какашку ну короче кролик что единственное переживаю что он четыре дня ел сосиски но это вкусно кто-то подумает ни хрена себе я тоже хочу четыре дня только сосиски кушать но я вам скажу это не очень полезно да но во первых солнышко это были хорошие сосиски давайте скажем цену что они думали что мы фигней какой-то мы за четыре сосиски платили 9 долларов но другого варианта не было но мы же купили во первых все виды которые продавались по дороге и он выбрал вот эти говяжие и остальные вообще только нюхал эти понят мы ему не давали их и мы покупали только то что он любит но вы сами знаете что сосиски в принципе не хорошие очень хотели снимать все по дороге но мы я вам говорю у нас вообще не было времени собраться буквально зарядку даже не взяли для телефона тракт о да наушники зарядку камеры становились на первом трекстапе купили зарядку потому что искать что-то в кузове в багажнике или в трейлере было нереально и и камеры и все остальное было тоже там же так что так получилось уже как получилось но я на телефоне кое-что сняла какие-то мелочи потом будем добавлять но ребята мы закончили наконец-то это все закончилось это было очень тяжело я никогда бы в жизни не подумала что продать дом это так сложно или не будем больше продавать или покупать даже не будешь да вы знаете мы сейчас начинаем сомневаться в том что мы хотим покупать что-то знаете вы когда в аренде вы ни за что не отвечаете имею ввиду не надо покупать там следить за травой он блин всегда куда-то уходят деньги да она в ренте все равно меньше дома ты себе комфорт там разные штучки покупаешь понимаешь сто процентов вообще мы мы когда вещи собирали мы я не знаю мне кажется даже больше половины вещей зачем нам это зачем нам это зачем нам это да мы выброси это нам не нужно просто вот мы покупали вещи которые о прикольно но у нас уже такая вещь просто чуть другая была понимать модели и и типа на замену но как бы и тут толком не использовали и это в принципе не использовали а на хрен эти две вещи нужны вообще никто не знает и таких вещей вот вот половина багажника наверное этого трака были непонятно зачем половина выбросили мы пол дома оставили вообще-то дома мы просто их не забрали оставили в этом тоже поподробнее да это были страдания честно вам говорю ну что поделать главные вещи мы взяли то что мы любим наши кофеварку мы любимую мусорку взяли короче такое для все что мы любим и забрали остальные вещи мы оставим очень много чего оставили ну да не сказать что я не расстроилась это конечно ничего не сказать я очень сильно расстроилась я в какой-то момент плакала блин вообще потому что мы ничего не успевали я была очень уставшая меня все болело так бесило меня капец даже не представляете как я нервничал да ты расскажи какие у меня синяки вода все ноги в синяках от коробок от всех тасканий этих от ударов об углы об тазике вот эти вот об стол и от мебель если честно сейчас легко могу вызвать полицию в качестве не побил его это стоп и они мне поверят это кошмар вообще вот так страшно я говорю вику говорю мы даже плавать сейчас не сможем я на пляж такими ногами не пойду это капец все вообще все ноги в синяках какие костюм для серфинга или такая типа серфингистка типа дома доску забыла просто пришла покупаться ладно так и да конечно я подожду недельку и капец как холодно ребят 4 градуса ночью очень минус 2 это что за фигня представляете а мы уходили было 19 да мы приезжаем такие футболочки я выхожу уже мы теннесси почти проехали почти заехали в кентаке я выхожу на заправку а на улице было меньше 10 градусов не знаю тоже ночью был я офигела я футболочки знаете такой вышел типа закаленный ну нафиг вернулся блин начал искать куртку запихнул ну хоть нашли хорошо что мы оставили себе куда-то молодцы вообще единственное чем мы предусмотрели потому что мы загружали в дождь я эти куртки выставил цвет вообще в тот день и промокли это чудо что мы вообще не заболели да я до сих пор в шоке есть честно я даже не верится я уже настраивался по дороге что сейчас будем ехать не настраивался я в аптеке купила и купила капли я купила холст я эти порошки поставила в сторону чтобы и подготовила лекарства потому что это ну не знаю я была уверена что мы заболеем из-за первых иммунитет точно слабый за то что мы столько не спали уставали тащили и еще и в дождь попали короче не спали нифига подали по три с половиной часа несколько дней а потом еще в дорогу это тортик уже довольно он так обратился когда мы машину вернулись как он запрыгнул только дверь открыл сразу все он уже там надо вот и все ребят мы доделали кружок я говорю у меня рот замерзла чувствуете короче доделали мы кружок идем садимся в машину ищем отельчик и идем отдыхать на сегодня завтра еще у нас есть немного дел на самом деле но это так часика два максимум и трогаемся в путь дорожку и уже будем снимать уже весь equipment наше все оборудование уже с нами в багажнике так что вся дорога будет по частям тоже выходить видосики да ну так вот на сегодня все если кто-то не подписан подписывайтесь на канал чтобы не пропустить новые видео и берегите себя ребят всем пока 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 пока